Здравствуйте! Вы смотрите программу «Специальное интервью». Меня зовут Евгения Августина. Пандемия коронавируса пошла на спад. Многие ограничения уже сняты. Послабления коснулись и поискового движения. Подробнее об этом мы сегодня поговорим с Антоном Кузнецовым, командиром поискового отряда «Китиш». Здравствуйте, Антон! Здравствуйте! Антон, чем сейчас могут заниматься поисковики? Что ЭПИТ-обстановка позволяет вам делать? Конечно, ограничения снимаются поэтапно, но массовые мероприятия по-прежнему запрещены. И обычный для поисковиков формат работы вахтами, вахтопамяти, когда проезжают куда-то в одно место, где были жестокие бои, где большой объем задач, проезжает большое количество людей, там 100, 200, 300 человек становятся палаточным лагерем и работают несколько недель. Такой формат пока под запретом. Мы выезжаем на полевые выезды однодневные по Московской области, там, небольшими группами, там, 10, 15, 20 человек на какие-то локальные задачи. И таких задач у нас, на самом деле, большое количество. То есть, информация накопилась, разведки еще до пандемии весной проводились. И сейчас мы активно включились в работу. То есть, то сидели в онлайне, интернет-мероприятия проводили, судьба солдата в онлайне, консультации по розыску, точнее, судьбы военнослужащих, сейчас уже поле. Вот каждые выходные поисковики Московской области и Одинцовского округа, они в полях. Закален Григорий, и вот пошли вот его дети, потом вот пошли вот его братья, вот этого деда, да его родственники. Алла и Людмила не могут наговориться со своей троюродной сестрой Лидией. Здесь, у Вечного огня, они встретились впервые. Повод повидаться более чем серьезный, благодаря поисковикам. Теперь они знают судьбу своего дедушки Григория Закалина. На этих карточках обычно люди от истощения умирали. Вот прямо вот через одного, как бы, болезни истощения. Потому что это трудовой лагерь на износ. Потому что это война на уничтожение. Две строки, но в них судьба солдата. Григорий Закалин ушел на фронт, когда ему было 32 года. В Орловской области его остались ждать жена и пятеро детей. В июле 41-го под Вязьмой красноармеец пропал без вести. Что было потом, родственники не знали. Установить истину помогли поисковики. Последнее письмо с такой-то полевой почты. По номеру этой полевой почты наши специалисты выяснили, какая войсковая часть, какой полк. Выяснили, в какой дивизии этот полк находился. Проследили боевой путь дивизии, поняли, да, действительно под Вязьмой. В боях под Вязьмой пропал не только Григорий Закалин, а весь полк, в котором он служил. Даже документы не сохранились. Но недавно оцифровали и залили в архив базы, вывезенные союзниками из немецкого лагеря. В них-то поисковики и обнаружили карточку пленного Сакалина. Так исказили фамилию красноармейца при переводе с немецкого на русский. Из Сакалина никогда родственники не будут искать, потому что у них нет такого опыта. К сожалению, здесь вот транскрипция с немецкого на русский сыграла такую роль. И государство действительно проводит большую работу. И вот именно Закалин, он попал, вот эта карточка из плена, она очень сложными путями, но она к нам попала. Папку с собранными документами поисковики передали родственникам погибшего солдата. Сдерживать эмоции получалось с трудом. Несколько лет внучки героя по крупицам собирали информацию, чтобы наконец получилась завершенная история. Мы так хотели давно узнать судьбу деда, который пропал под Вязьмой. Мы больше ничего не знали, кроме того, что он пропал именно под Вязьмой. Теперь вот у нас какая-то картинка сложилась, мы теперь уже какое-то представление имеем. Известно место захоронения, но не конкретного человека, а где они все с этого лагеря там покоятся. Может быть, когда-нибудь база будет цена. Ну, может быть. Такие истории, говорят поисковики, происходят все чаще. Количество заявок на поиск данных об участниках Великой Отечественной в этом году существенно выросло. В 2019 году по всей России их было не более 5000. А в этом только за два месяца, в три раза больше. Антон, хоть и работа была в онлайн-формате, но я так понимаю, что она была очень продуктивной. Очень много заявок поступило в онлайн-приемную судьбу солдата. И очень по многим удалось добиться результата. Один из случаев мы даже снимали. Да, совершенно верно. То есть у нас в Подмосковье была сформирована рабочая группа из специалистов по архивному поиску. То есть там 15 человек такой костяк, еще человек 15-20 у них помощников. Обычно это воспитанники поисковых отрядов, молодежь. И осуществлялся архивный поиск, опять-таки, в онлайне, в общедоступных базах данных Министерства обороны. Это выкладывается постоянно колоссальные массивы архивных материалов. И удается найти тех солдат, их судьбу, о которых раньше было ничего неизвестно. И никакие запросы в архивы не давали результаты. Люди обращались через онлайн-приемную, и пришло более 600 заявок в эту онлайн-приемную. Еще мы проводили на Зуме прием, еще 250 заявок было. И еще прямые обращения в отряд. То есть суммарно около тысячи обращений от граждан поисковики в условиях пандемии через онлайн-формат отработали. И в большинстве случаев удалось добиться какого-то результата или оказать какую-то толковую консультацию, которая поможет в дальнейшем родственникам делать какие-то шаги для исследования судьбы своего родного солдата. Ну, наконец, долгожданное событие состоялось. Пошли первые выезды. Один из них был в деревне Севково. Расскажи, когда вы там были и с какой целью туда отправились. Вот в прошедшую субботу это была сводная команда. Туда выезжали поисковики из Одинцова, из отряда Китиш и из Краснознаменска. Наши коллеги, наши добрые друзья, молодежно-патриотический клуб «Азиум». Мы с ними много лет совместно работаем. Такая сводная команда приехала по одному интересному случаю. Деревня Севково – это тыловой район. Изначально немец до туда не дошел. И, соответственно, там в лесу, вдалеке от вообще каких-либо тропинок хожаных, в лесном массиве, там находится памятник. Казалось бы, какая-то стелла написана. Подвиг ваш бессмертен, ни фамилии, ничего. Все это в заброшенном, неухоженном состоянии. И когда мы это нашли в прошлом году еще, мы задались вопросом, как же так? А как вы его нашли? Как вы вообще на него вышли? Да, это по воспоминаниям местных жителей из города Голицын, которые вспомнили, что о нас в детстве водили на какой-то памятник. Мы вот в районе Бутыни переходили Минское шоссе. Гуськом школьники с цветами ходили, возлагали цветы на какой-то памятник. А что это за памятник? А есть ли он? Нет, там не числится ни по каким реестрам, каталогам, ничего не числится. Поехали поглядеть, действительно, в лесу стоит заброшенный памятник, никаких к нему дорожек. Тропинок нету, и непонятно его принадлежность. Что это? Каким событием или каким-то людям? Это тыловой район. То есть, предположение, что госпитальное захоронение могло быть какое-то. Потом это подтвердилось, действительно. И вот весь там 19-й год мы занимались перепиской с местной администрацией, с компетентными органами, и никто не мог дать никакой ответ достоверный, что это такое, принадлежность его. Нигде этот памятник не числится. Почему такая ситуация оказалась возможной? Как так памятник оказался? Ну, как такая ситуация оказалась, вот как раз наше исследование, оно помогло прояснить эту ситуацию. То есть, очевидно, что стало необходимо именно полевое исследование. То есть, без раскопок понять, что это такое, лежат ли там люди, в каком количестве, кто это, мужчины, женщины, гражданские или военные. Без раскопок невозможно. Поэтому мы внесли этот случай в план Министерства обороны на 2020 год, нам его утвердили, мы уведомили администрацию и выехали для проведения такого исследования. Это раскопки. То есть, во-первых, местность вокруг исследуется поисковым щупом, то есть, протыкается стальным прутом на предмет, если там что-то лежит или какие-то полости, провалы, щуп дает вот это ощущение. В подозрительных местах мы заложили шурфы. То есть, попросту наши специалисты там стали раскопать ямы, смотреть внимательно вот этот перемешанный грунт, смотреть срез. И выявили, что прямо перед памятником, там был небольшой провал грунта, кстати, там остатки старой ямы. То есть, там перемешанный грунт, там какие-то фрагменты дерева с красной краской, там какие-то фрагменты железобетона. То есть, стало ясно, что когда-то здесь перед этим памятником раскопали ямы. Возможно, там кто-то лежал, возможно, останки были извлечены и перенесены. То есть, никаких фрагментов останков или гробов мы там не нашли. И после этого заравняли. Вот загадка. Заравняли, и памятник остался стоять. То есть, по логике вещей, там в 70-х, 80-х годах массово и в Одинцовском районе, и в Московской области, и по стране совершалось укропнение воинских захоронений. Из отдаленных уголков переносили братские могилы, которые находились в населенных пунктах, чтобы был нормальный уход, нормальный, оказывать дань памяти, чтобы люди приходили. То есть, этот памятник должны были убрать. То есть, возможно, наше предположение такое, что в ходе этой кампании его раскопали, очевидно, памятник, прямо перед ним могла быть могилка, раскопали, непонятно, нашли ли там что-то или нет, заравняли, памятник почему-то оставили, хотя должны были демонтировать, списали его со счетов, с реестров, и, соответственно, он остался стоять. И уже к нему перестали ходить представители администрации, водить экскурсии и так далее. Но самое интересное, нас открытие ждало дальше. То есть, мы продолжили вот это исследование, эти раскопки продолжили, и в нескольких местах яма, пусто, 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 и за памятником, чуть в стороне, внезапно, одиночное захоронение. Вот почему не нашли, не перед памятником, а за. То есть, да, одиночное захоронение, одиночное захоронение, и это, опять-таки, захоронение военнослужащего, то есть, есть там фрагменты обмундирования. И останки, останки женские, то есть, это вот явно такой изящный скелет, одиночное захоронение, не глубоко, никаких памятных знаков сверху на нем не было, все это было заровнено в бурьяне. Вот, и тут же, сейчас эти условия позволяют интернет, в лесу тут же мы пробиваем первичное, какое захоронение в Сивково было по сайту «Память народа». В Сивково числится единственное госпитальное захоронение первичное у красноармейца Поповой Лидии Васильевны. То есть, 19-го года рождения девушка в ПВО, в прожекторном полку служила, и это данные полевого госпиталя, который находился здесь в районе, видимо, в лесном массиве, и дальше у нас разведгруппа, она пошла вокруг. Нашли старые землянки, возле этих землянок тоже какие-то фрагменты красноармейского снаряжения, то есть, в условиях госпиталя скончалась от ран красноармейцев. Как эти раны были получены, мы на данный момент не знаем, сейчас специалисты занимаются, поднимают документы первого прожекторного полка, чтобы понять. Обычно это авианалёты и бомбёжки, то есть, это был уже сентябрь 1942 года, это был глубокий тыл, уже отогнали врага, но вражеские самолёты, они долгое время продолжали каждую ночь летать, бомбить Москву, Подмосковье. И, естественно, ПВО, структуры, был создан щит, и прожекторные поля, которые ловили перекрестие самолёты, и зенитки, которые стояли, избивали эти самолёты. То есть, система была отработана. И в 1942 году как раз массово в ПВО призывают девушек. С Ивановской области Попова Лидия Васильевна, она оказалась вот здесь у нас, в Подмосковье, и получила, видимо, в боевых условиях, бомбёжка или обстрел, получила ранение, и, к сожалению, в госпитале она скончалась. Тут же она, видимо, была захоронена в лесу, и после этого, спустя годы, вот эту могилу удалённую решили перенести, провели раскопки, может, кого-то ещё там нашли, может, не нашли, заровняли. Почему-то оставили памятник, может быть, потому и оставили, что не нашли, да, и, соответственно, вписали со счетов почему-то. Ну, никого не нашли. Что там происходило, какие административные решения были приняты, нам неизвестно. По факту мы провели полевое исследование неучтённого на данный момент воинского захоронения, мы выявили там одиночное воинское захоронение, сопоставив с документальными данными и с данными военной археологии, которые нам говорят о том, что это девушка и единственная, кто там числится, да, мы понимаем, что это именно она. И дальше предстоит нам дождаться решения, официального решения нашей администрации о том, что с этим делать. Обычно нет такой практики благоустройства на месте, это место удалённое, сложное для посещения, там, от Минского шоссе никакого съезда, там, ничего неудобно. Вот, обычно принимается решение о переносе останков в достойное место, где есть уже хороший памятник, братская могила, куда приходят люди. Ну, очень надеемся, что эта история закончится достойно, так как она должна была закончиться вот тогда, в 70-х годах, когда массово одиночное захоронение переносили к братским могилам. Антон, полевой сезон открыт, какие ещё планы? Куда? Я так понимаю, что был ещё один, кстати, выезд, о котором мы с вами не сказали, это где были найдены фрагменты самолёта. Да, совершенно верно, в район деревни Бушарина у нас состоялся полевой выезд, тоже массовый и дружеский, то есть, там участвовало 25 человек из разных поисковых отрядов Одинцовского городского округа. Мы стараемся консолидировать наше поисковое сообщество и на какие-то совместные мероприятия всегда всех зовём. То есть, поисковый отряд Китиш, Азимут с Краснознаменска, с Власихи, соответственно, у нас поисковый отряд Вымпел офицеры приехали, и у нас с Кубинки, Кубинский военно-историчный клуб Вечный огонь принят. То есть, почти все поисковые отряды Одинцовского городского округа приехали в деревню Бушарина, потому что в ходе весенних разведок в районе этой деревни мы нашли, вот в поверхностный поиск, на металлоискатель, в разведке нашли несколько фрагментов самолётной дюрали. В том числе номерную табличку, на которой стоят какие-то идентификационные номера. Сейчас специалисты занимаются тем, чтобы определить, что это был за борт. Это однозначно советский самолёт, и в лесном массиве кусочки самолёта просто так не валяются. То есть, это очевидно какой-то воздушный бой, какое-то трагическое событие. То есть, самолёт, скорее всего, взорвался и где-то упал. Косвенно это подтверждает сведения местных жителей, которые рассказывают как раз какую-то местную историю, которая из уст-уста передаётся о том, что где-то здесь действительно падал самолёт в войну. И что вроде как была какая-то могилка лётчика. Но, так сказать, мы просто это принимаем к сведению, и обязательно всё это дело проверяется. Вот фрагменты, они были найдены. Они были зафиксированы на GPS-координаты, то есть, нанесены на план-схему. И дальше разведка. То есть, дальше вот группы с металлоискателями продолжают прочесывать местность, находят какие-то ещё новые фрагменты, наносят. И на карте становится видно облако рассеивания этих обломков и направление поиска дальнейшего. Очень часто бывает, целый проект даже существует по этому авиапоиску, называется «Небо Родины», проект поискового движения России, когда специалисты занимаются именно с особенностями, связанными на местах падения самолётов. Там каждая деталь важна. Там надо каждую деталь протирать, смотреть вот эти номерки, бортовые номера. Потому что все самолёты, все невернувшиеся самолёты, они каждый на строгом, строжайшем учёте находились. И можно досконально установить судьбу вот этого борта. А может быть, он не вернулся, числится там пропал. Мы находим вот место падения, и значит, надо искать лётчика, если он пропал. Значит, где-то здесь, возможно, лежит лётчик. Возможно, выпрыгнул с парашютом и погиб. Возможно, погиб вместе с самолётом. То есть, по фрагментам ещё. Нужно устанавливать. То есть, в ходе вот этого нашего выезда мы не очень сильно продвинулись. В этом вопросе были найдены ещё несколько фрагментов. Наверное, вернёмся осенью, когда, в общем-то, бурьян немножко поляжет. И дальше продолжим тоже группами, большим количеством людей, поисковиков, ходить кругами, смотреть, смотреть. Потому что лес, густая, пересечённая местность, очень сложная, лесные завалы, пробираться. Но обязательно к этому вопросу ещё вернёмся. То есть, мы такие как бы... Да, тошно. Мы уже убедились на примере с Лидией Поповой. А какие ещё планы на этот поисковый сезон? У нас достаточно большое количество намёток. Вот в том числе ещё в конце прошлого года к нам обращались жители деревни Полушкино. В общем-то, там известная такая история, что, так сказать, вроде как карьер там собирались сделать, но местные жители сказали здесь, вот были сражения Великой Отечественной. Есть, в общем-то, ряд документальных данных, это подтверждающие. А вот в плане военной археологии нас позвали поглядеть, что там есть в плане военной археологии. И вот ранней весной, ещё до пандемии, мы несколько раз выезжали в окрестности деревни Полушкино, разными маршрутами проходили, и действительно удалось зафиксировать на местности такие опорные пункты, окопы, землянки, где располагались наши войска, которые держали там оборонительную линию. По сводкам, там в эти дни, когда там находились бои, там были потери. Не сказать, что какие-то запредельные, но такие вот достаточно ощутимые. Где находятся эти люди, где они похоронены, в общем-то, неизвестно. Какая-то могила есть, которую считают воинской, есть на местном кладбище. Тоже, так сказать, она нигде не числится, просто почему-то местная легенда, что это воинское захоронение. Тоже предстоит там провести исследование, чтобы убедиться, что действительно там захоронены военнослужащие, если захоронены. Очень часто оказывается в таких местах, что там даже ямы такой нет. Такой случай был в деревне Дунино, где были сведения, что на кладбище это братская могила, здесь воины госпитальные захоронены. По приглашению администрации проводили исследования, раскопки, в общем-то, не нашли даже ямы. То есть, сведения местных жителей и данные документов, и данные военной археологии, когда приходят специалисты, проводят уже раскопки, находят какие-то предметы, подтверждающие или опровергающие. Вот когда все это вместе соединяется, тогда мы получаем какую-то историю, близкую к истине. Ответы на вопросы, которые стояли. Ответы на большинство вопросов. Здесь и аналитика, конечно, какая-то производится на основании большого опыта исследовательского. То есть, Полушкина, она нас ждет тоже. Работы много. Я надеюсь, что уже пандемия окончательно прекратится, и планы будут исполнены. Будем надеяться. Все мы в это верим. Спасибо большое всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. Для новых встреч на ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok